Здравствуйте! С вами программа День города и Марина Романюк, ведущая программы. О главных темах четверга наш выпуск смотрите далее. Усиление из Москвы для борьбы с пожарами в Диулино высадился десант с федеральными чиновниками. Положительное сальдо. Депутаты Рязанской городской думы увеличили бюджет города на 362 миллиона. Трудовые резервы накануне Дня города в областной филармонии награждали особо отличившихся. Чиновников, курирующих рязанские пожары, после специального совещания с Владимиром Путиным в регионе все больше. В состав правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров добавились мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер правительства России Дмитрий Григоренко, глава МЧС Александр Куренков и министр природных ресурсов Александр Козлов, который выложил у себя в телеграм-канале видео. Сегодня подкрепление прибыло в поселок Диулино, где расположен штаб группировки. Тем временем пожарные несут первые потери. В сети появилось вот такое видео, на котором присутствует сгоревшая техника. Подтверждение, что видео снято именно на рязанских пожарах пока нет, но, как сообщает горхозяйство Москвы, инцидент действительно был. Цитата. Сильный порыв ветра привел к резкому выбросу пламени, в результате которого были повреждены 8 автомобилей. Конец цитаты. На данный момент площадь возгорания примерно 15 тысяч гектаров. К другим новостям. На внеочередном заседании Рязанской городской думы депутаты скорректировали бюджет и отменили собственное решение о приватизации зеленой зоны в местечке Агропром. Доходы и расходы рязанской казны теперь увеличены на 362 миллиона. На что пойдут деньги в нашем следующем материале. Изменение бюджета Рязани – главный вопрос внеочередного заседания Гурдумы. И вопрос этот нешуточный, ценой в полмиллиарда. Именно столько привлек в регион в Рио губернатора Павел Малков из федерального бюджета. Понятно, что львиная часть этих денег для Рязани. На что они будут потрачены уже тоже известно. Это закупка 10 троллейбусов. Отмечу, что новые троллейбусы в Рязань не поступали уже много лет. Это серьезное обновление парка коммунальной техники 35 единиц. А значит повышение качества уборки города от снега и мусора. Полученные средства нужно срочно направить на решение наших первоочередных проблем. А теперь непосредственно к цифрам. Доходы и, соответственно, расходы городской казны увеличены на 362 с лишним миллиона рублей. Почти 200 из них направят на ремонт 8 участков магистральных трубопроводов. 84 на покупку жилья для детей-сирот. 50 миллионов на благоустройство 25 дворовых территорий. Еще 15 на установку противопожарной сигнализации в 60 школах. Про Солочи тоже не забыли. 4,5 миллионов рублей строительство артезианских скважин и водопроводной сети в поселке Солочи. Реконструкция здания станции со строительством станции водоподготовки. Ультрафиолетового обеззараживания на объекте Окская очистная водопроводная станция. Село Дядьково, улица Грачи. Еще один важный вопрос – приватизация участка так называемой «зеленой зоны» в местечке Агропром. После встречи Павла Малкова с местными жителями, как известно, продажу этой земли в Рио-губернатора остановил. Там растут в основном дубы. Я выезжала в Агропром, доложила о результатах поездки в Рио-губернатор Павлу Викторовичу Малкову. Он тоже побывал в Агропроме, пообщался с экологами и местными активистами. Эта заброшенная территория должна обрести новую жизнь, как современная «зеленая зона». Промышленные объекты здесь появиться не должны. Решение отменить все условия приватизации народные избранники поддержали единогласно, не задавая лишних вопросов. Рязани в этом году исполнилось 927 лет. Дата, хотя и не круглая, но внушительная. Празднование будет длиться все выходные. А начали его уже сегодня с награждения людей, которые внесли особенный вклад в развитие и жизнь малой родины. Торжественное настроение царит сегодня в областной филармонии. Здесь с награждением рязанцев за особые заслуги в трудовой деятельности открывается празднование дня города. И такой порядок неспроста, ведь город – это прежде всего люди. Рязань – особенный город. У каждого из нас есть своя любимая улочка. Уголок города, который по-особенному дорог. И все вместе мы хотим, чтобы Рязань с каждым днем становилась краше и красивее, комфортнее. Подводя итоги в преддверии дня рождения города, мэр рассказала о достижениях этого года. 70 километров от ремонтированных дорог – беспрецедентный случай. Четыре городских парка преображаются на глазах. Вот-вот завершится строительство новой школы, библиотеки города обновлены. Современные интерьеры радуют читателей. Все это было бы невозможно без людей, подчеркнула Елена Сорокина. Медали имени Надежды Чумаковой вручили ярким представителям современности. Свою творческую жизнь Раиса Алексеевна посвятила самковой и документальной декоративной скульптуре. Успешно работая как в мелкой пластике, так и в бонументальной скульптуре. Раиса Алексеевна участвовали в многочисленных выставах от городского до международного уровня. Ее успешные персональные выставки состоялись во многих городах России. Муниципальные и региональные награды вручили деятелям искусства и образования, врачам, строителям, ландшафтным дизайнерам, а также предпринимателям, которые щедро помогают Рязани и области, и просто активным гражданам, которые ведут общественную деятельность на благо родного города. Сотрудники дирекции благоустройства приступили к ремонту моста через речку Плетенка в районе Михайловского шоссе. Напомним, повреждение он получил после аварии транспортного ИЛ-76. Все подробности далее. После масштабной расчистки территорию от обломков, рухнувшего возле Михайловского шоссе ИЛ-76, за мостик через речку Плетенка местным жителям было обиднее всего. Его изогнуло, местами оплавило, но сталь не подвела. Рязанцы напрямую обратились к врио-губернатора Павлу Малкову и попросили мостик отремонтировать. Люди этим маршрутом очень активно пользуются. Нужен ремонт, полноценный ремонт. Я тоже прошу главу администрации Рязани проработать этот вопрос, полностью проблему решить. Надо нам на самом деле вообще посмотреть, как этот участок должен выглядеть с учетом планов по его благоустройству. И уже исходя из этих планов, из общего видения, отремонтировать мост так, как он должен выглядеть в целевой конструкции. Не откладываем. Елена Сорокина отреагировала моментально. На первом этапе нужно заменить деформированные перила, срезать пришедшие в негодность и заменить их на новые. Также сотрудники дирекции благоустройства выровняют с помощью настила поверхность моста, написала она на своей страничке в соцсети. Дирекция благоустройства, не откладывая, взялась за дело. И сейчас приводит мостик в порядок. По словам главы Рязанской администрации, здесь уже выпрямили усиление и частично заменили перила. Как и ожидается, к первому сентября мостик облагородит. Работы, по словам Елены Сорокиной, должны будут завершить до конца недели. Сегодня на пешеходных переходах у Театральной площади появились новые надписи. Сотрудники ГИБДД вместе с активистами в преддверии нового учебного года оставили на зебрах короткие напоминания о негласных правилах перехода проезжей части. Сними наушники и капюшон, посмотри по сторонам, убедись в безопасности. С этих, казалось бы, простых и понятных предложений начнет новый учебный год большинству рязанских школьников. За время отпуска дети, особенно находясь в лагерях или в деревне, отвыкают от интенсивности дорожного движения, говорят автоинспекторы. И в сентябре статистика ДТП с участием школьников растет всегда. С надписями на асфальте, очевидно, станет меньше. Конечно же, в меру своих плееров, телефонов, наушников, капюшонов, конечно, что-то видят, что-то нет. Но мы надеемся, что с помощью этих дополнительных уведомлений у пешеходников мы заставим наших детей и взрослых, их сопровождающих, больше внимания уделять своей безопасности. И, в конце концов, и безопасности водителей, чтобы они тоже видели, что люди понимают, что они находятся на проезжей части, что это объект особой опасности. И, соответственно, мы помогаем как водителям, так и детям, и родителям. Это не просто следы на асфальте. Краска водостойкая. На театральной площади рисуют общественные активисты, в основном папы. У каждого два-три трафарета. Пока что эта акция разовая, но цель вполне понятна – охватить весь город. Хотелось бы, чтобы, конечно, большинство пешеходных переходов у нас были с подобными надписями. У нас есть идея и задумка, что мы во все образовательные организации дадим такие шаблоны, потому что Госавтоинспекция, скажем так, личной инициативой изготовила подобные шаблоны. И рядом с образовательными организациями максимально постараемся нанести подобные надписи в целях напоминания детям о своей безопасности. Пока что световой день достаточно продолжительный, и для пешеходов надпись «Возьми ребенка за руку» – скорее дополнительное напоминание. А вот в октябре, когда на улицах будет сумеречно, эти надписи, как считают автоинспекторы, очень даже пригодятся. Спектакль «Под открытым небом» завершил вчера первый день форума древних городов «Житие одной бабы». По повести Николая Лискова, рязанский режиссер Урсула Макарова выбрала не случайно. Вся самобытность русского языка, русских типажей и образы жизни сконцентрированы в этом произведении. А актеры постарались донести это до зрителя. Посмотрите сами, получилось ли. Не хочу я замуж, я с тобой буду. Дитя ты моя глупая. Матушка, матушка, дай к работе любой, пускай мужичьи привычная. Спектакль, который требует от зрителя внимательного вслушивания в песенный фольклорный язык Лискова. Из плетения которого рождаются образы, а из них история. История одной русской крестьянки. И в то же время история целого народа и целой эпохи. Именно к форуму древних городов ставили этот спектакль и с выбором не ошиблись. Лисков замечательно в эту концепцию вписывается, потому что у него такой потрясающий язык. Невероятный просто, самобытный. И он такой вообще певец русского быта и жизни русской 19 века. Не всегда может быть такой самый оптимистичный, но зато настоящий. В житии одной бабы на фоне тягостных картин крестьянского быта Лисков изображает судьбу Насти Прокудиной. Типичную судьбу русской женщины, проданной братом за корысть, за прибытки, в жены придырковатому парню. Из чужих присмотрел? Из чужих. Кто ж такая хоремочная эта девка будет? Ох, брат, не знаю, говорить тебе. И тебе ведь должно этому делу не помочь. Я вот уважал бы я тебя, то есть вот так бы уважал, что вот навек бы ты мне пошел. Вот так бы. Героиня Лискова умирает в переносном смысле. Отсюда мотив духовной смерти становится сквозным во всей повести. Художественную выразительность и убедительность Лисковского женского характера определяет его плотная фольклорная основа. Характер Насти представлен в песенном ореоле. Да и все повествование, будто песня. Непростая задача, но артисты с ней точно справились. Хотя и задействованы в спектакле всего три профессионала из театра драмы. Большая часть состава – дети из студии актерского мастерства. Рыба Камчатки в Шилово. Эта новость не может не радовать, ведь попробовать самую качественную свежую продукцию теперь можно, не покидая пределы своего района. Та самая камчатская рыба вновь на прилавках магазинов Шилова. Гастрономическая ярмарка развернулась в центре, и вся продукция здесь натуральная и полезная. Именно поэтому прилавка людна. Особый спрос на чавычу, королеву лососевых. Вкус этой рыбки никого не оставляет равнодушным. Она и жирненькая, она для сердца хорошо, для сосудов. А потом я 10 лет жила в Камчатке, Дальний Восток, и я знаю, что такие рыбы. Покупатели уже давно знают – золотой лосось с тремя звездами – гарантия высокого качества всей продукции. От белорыбецы и палтуса до тонца и форели. Здесь найдутся деликатесы на любой вкус. Только чавыча представлена сразу в нескольких видах. Чавыча наши покупатели полюбили. Покупают слабосолененькую и вялено-копченую. Также холодного копчения. Копчение используют щадящее. Это значит, что такая продукция сохраняет полезные свойства и вкусовые качества. Убедиться в этом можно прямо на месте. Всю продукцию перед покупкой можно продегустировать. Все пробовала. Опять пришла. Опять захотелось. Она очень вкусная. Все знают, что она вкусная, полезная. Только на этой гастрономической ярмарке можно найти нежное и сочное мясо камчатских крабов. В наличии натуральная красная икра. Попробуйте приобрести деликатесы можно в Шилово с 26 по 28 августа в здании магазина «Пятерочка», расположенном на улице Советская, 64. Время работы с 10 до 19 часов. На этом у меня все новости к этому часу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова